127 пропущено у тех и у других за 40 матчей, 20 побед у тех и у других, 17 в основное время и 3 ноутбайных гиппобулитов. Абсолютно равные показатели у этих коллективов. И следующий раунд противостояния уже будет в Ханты-Мансийске в феврале. Сложнейшая поездка предстоит Лисам. Новокузнецк, Новосибирск, Ханты-Мансийск, Тюмень. Вот видите, здесь Жуков затеял обыгрыш. Состоялся перехват, Алексеев бросил. Да, была ведь попытка у Алексеева свою третью шайбу забить еще и раньше. А вот и, видите, накрыли здесь Белоусова. Перехват, бросок Сенотова и 1-0 в пользу гостей. Здесь Федякин уступает на точки. Да, вот, кстати, статистику посмотрим матча, как в плане этих цифр все. Вот Епаров. Несколько сегодня было заходов у него на гол. Вот в том числе и каркас ворот выручал. Пока не обновилась у нас статистика. Вот здесь Добровольский, да, пока перекладывал шайбы, успел на боков сложиться. Ну вот, видите, опять две шайбы пропустил на боков, третья в пустые ворота. Но как повернется язык упрекнуть вратаря? Вот опять все почти нейтральные шайбы выиграли гости. Отскоки. Борьбу у борта. Да, выиграли нейтральные шайбы, выиграли единоборство. И за счет этого создавали столь нужную инициативу. И вот Богдан Сенотов оформляет дубль. При счете 0-2 начался третий период. В меньшинстве сегодня вдоволь лисы наигрались. И вот Сенотов на хет-трик зашел. Классный бросок, но немного неточный. Вот бросает игрок лисов в очередной раз. Да, были в концовке две попытки большинства у лисов. Но все закончилось лишь голом в пустые ворота. К сожалению, так и не закрыт у нас онлайн-матч. И не могу я посмотреть итоговую статистику. Ну что ж, будем тогда прощаться. Сегодня в 19.00 по Магнитогорскому времени смотрим матч из Череповца. Магнитогорскому времени смотрим матч. Спасибо. Спасибо. Спасибо.